Фильмы 2007 года, зарубежные, престиж, триллер Кристофера Налана, экранизация фантастической драмы. Ну, там, в общем, нечто закрученное такое про начало 20 века. В частности, имеется инженер Тесла, о котором я недавно рассказывал, который, естественно, там делает всякие странные машины. Он, короче, пытается машину по телепортации сделать, но получается, что у него машина копирует людей. Все это закручено на такой специфический киноязык, то есть, вся история рассказана не по порядку, там, в виде флэшбэков, то есть, все там наоборот. Мы с самого начала там узнаем, что девушку убили, там, все такое. Все, короче, перепутано еще во времени, герой там что-то там вспоминает не по порядку, и все это такой мистикой соединено. Ну, в итоге, что получилось? Напоминает, это Байопик, такая биография, там, двух фокусников, которые еще и соперничают. Про цирк, довольно много цирка, вот при всем при этом, большая часть фильма это цирковые представления. Фантастический сюжет, как бы к ним привязан, на самом деле. Традиционная по киноязыку, как бы я даже героя, мне трудно классифицировать. Он, в общем-то, мошенник, но как такой серьезный, надутый. Не трикстер типа Джека Воробья, там, или Остапа Бендера, то есть, он не шутит каждые, там, две минуты. Достаточно серьезно идет соперничество двух фокусников, этот самый Тесла там тоже вполне такой. Он там не фриковатый, а такой прям нормальный, серьезный. Как-то вот для обычного американского кино на эти темы характерно все время какие-то шуточки, там, такие, на уровне Петросяна. А тут, как бы, вот что-то так это самое, еще серьезно так. Вроде как снимают Байопик серьезный, но, может быть, в этом и юморка. То есть, снять это, как будто это вот в викторианском сектинге в начале 20 века, видимо, как будто все это реально происходило, к тому же. 300 спартанцев, нашумевший фильм. Графика там своеобразная, потому что это экранизация комикса. Вот я ранее уже рассказывал, в зарубежных фильмах часто в это время экранизировали комиксы, поэтому пытались скопировать, как было нарисовано. Поэтому такие все герои нестандартные, сама цветовая гамма идет как у изображения, а не как у съемки. Ну и то, что основан на комиксе, также и это привело к тому, что на самом деле исторические факты не отражаются. То есть, комикс совершенно выдуманный и не обязан следовать историческим фактам. Там всевозможные сказочные существа, какие-то демоны и так далее. Ну, что по итогу? Много компьютерной графики, практически пытаясь сделать комикс, сделали что-то типа как игры тогда делали, да и сейчас делают. В принципе, это компьютерная игра, в которой графика сочетается с реальными людьми, с актерами. Конфликт, взятый у Геродота. Конфликт, конечно, фундаментальный для западной культуры, и поэтому все смотрели. То есть, демократия против деспотизма, это понятно. Так и интерпретировали греко-персидские войны, прям историки греческих времен. Кровавая сущность деспотизма в виде черепов на веревках у персидского посла сразу такая выходит. Ну и все отмечали критики, и там тоже заметно, что тут о мужественности. То есть, вот этот спартанист Леонид, такой подчеркнуто брутальный мужик. А персидский царь, его антагонист, что-то такой, не то ли мужик, то ли баба, вообще непонятно. Вот там еще мужское против женского, довольно четко так показано. Ну и как раз в это время и сейчас постоянно жалуются, что американские мужики феминизируются. А тут утрирована маскулинность прямо до упора. Видимо, чтобы показать, что истоки западной цивилизации были иные. Или вот этим вот и увеличивали притягательность фильма, что мужики не такие, как сейчас. Но он там маскулинизирован, Леонид прямо воплощенная мужественность. В принципе, больше там даже ничего ей нет в характере. Самому просто показать, так сказать, мужика до предела. Ну, политический смысл явно есть. Вот прямо, блин, Путин и Зеленский. Ну, вообще, так же тут типично западный конфликт, человек против системы. Потому что Перси показано, что якобы все победило, а эти маленькая группировка спартанцев, это уже люди, которые против системы пошли. В целом, это все хорошо. Мы на этом воспитаны, мы с этого не сойдем. Те, кто по-западному воспитаны, и на китайцев все равно не переделают. Ну, вот в связи с такой резкой направленностью, то есть четкие позиции. Мужской фильм. Четкие позиции, допустим, за запад против востока. За мужчин против женщин. И так далее. В результате было и бурное его обсуждение. Даже на западе не все, в общем-то, поддержали. Допустим, на западе многие ругали, что много крови и насилия. То есть, слишком брутально сделано. Все-таки для восприятия там среднего американца, англичанина и так далее. Ну, естественно, восточные вообще там сильно по этому поводу скандалили. Особенно Иран. Тут же Перси изображены. И понятно, что Иран сейчас себя связывает с этой персидской цивилизацией. Персидская цивилизация изображена карикатурно, хотя там были действительно серьезные достижения. В особенности мусульман-то нынешних персов-то, которые исламскую революцию сочинили, в особенности их возмутило, что царь персидский изображен в виде педераста, по сути. Он там чуть ли не этот транссексуал, ему там надо было в женских одеждах. В принципе, да даже все в юбках ходили, то, что вот у него украшение на царе, на персидском, это, в общем-то, женская одежда по тем временам практически, он в это и одет. Ну вот, официально осудило иранское правительство. Также их возмущало, почему в составе иранской армии находятся демоны, почему там черти за персов воедут. Ну и так далее. В общем, оскорбление иранцев, их культура и истории. Иранская академия наук подала официальную жалобу в ЮНЕСКО за то, что фильм это атака на историческое наследие Ирана, такие вот дела. Запретили, естественно, в Иране, как американскую пропаганду. Ну и также многие тоже, как бы, Восток тоже многие обиделся, мусульмане тоже многие обидели, что тут Восток негативно показан. Но в этом, в принципе, смысл фильма. На Западе есть антиколониальное движение, они часто сочувствуют этим мусульманам. И некоторые западные критики, допустим, Дана Стивенс тоже говорила, что это напоминает, как если бы в фашистской Германии вот сняли фильмы про евреев «Вечный жид», допустим, где евреи показаны негативно. Вот тут тоже, значит, иранцы показаны негативно, как какие-то отвратительные существа. То есть расизм, значит, критика взвыла частично американская. Расизм, национализм, подстрекательство к тотальной войне с Востоком и так далее. Ну а что подстрекательство? Война с Востоком вот уже идет, да, фактически. Фильм отражает в заостренной форме, конечно, в грубой форме, он отражает какие-то реальные противоречия в нашем мире. Я думаю, что это нужно только приветствовать, потому что если обижаться на какое-то яркое изображение, что-то, то все мы превратимся в чиновников, да, каких-то, которые все время думают, чего не вышло. Это позиция антиэстетична, в общем-то. И мне тоже не особенно там нравится вся вот эта боковатость этого Леонида, там все такое. Резко сняли, да, условные все эти декорации. Понятно, что не имеет отношения к истории, это чистая интерпретация. Конечно, пропагандистский фильм, но тем не менее, фильм интересный, определенные смыслы выражает, борьбы за свободу, за собственную индивидуальность, мужество, то же самое, героизм. Тем не менее, я бы, конечно, не стал его запрещать. Фильм, тем не менее, интересный. Да, честно говоря, и нацистские фильмы многие интересны, если понимать контекст, понимать, что это пропаганда и так далее. Почему нет? Я, собственно, и нацистские фильмы смотрел. Ничего там, так сказать, такого нет. Если посмотришь фильм пропагандистский, это еще не значит, что ты в эту пропаганду поверишь. Да и, в общем-то, практически все фильмы на политические темы ту или иную пропаганду неизбежно транслируют, что западные же культурологи и выяснили, и лингвисты. Ну ладно, значит, есть продолжение «300 спартанцев. Расцвет империи». Оно в 2008 году, и, видимо, в обзорах 2008 года поговорю. Есть компьютерная игра «Марш к славе» на основе этого фильма. В общем, был довольно, на самом деле, популярен. Мем же остался, это «Спарта», там, и все такое, это вот из этого фильма. «Последний легион», еще одно фэнтези историческое, такое, да даже не фэнтези, это такая еще одна переделка истории западная. Переделанный, на самом деле, роман довольно популярный. Тоже, в общем-то, противостояние цивилизации, только там германцы варвары. Германцы, как бы, востоком стали, а римляне спасаются. Значит, эта история гибели Римской империи сохранила верность цивилизации небольшое количество людей, которые спасают императора, последнего мальчика, и вывозят его в Британию. И вот в Британии там остался последний легион верный Риму, и они с Британии начинают возрождение нового мира уже после краха полного Римской империи. Ну, естественно, это основной миф англосаксов о том, что, значит, в Британии и есть наследница Рима. Этот показан, поэтому, собственно, популярный фильм, популярный роман и так далее. И там прямо связан, короче, Артур из рыцарей круглого стола, прямо связан с этими римлянами. Вот он, короче, Артур и получился наследником римских императоров. Но историки отмечают, что в книге все наврано, а в фильме наврано еще больше. То есть, чтобы сделать все это киношным, переделали все это прямо до упора. Там девушка-воительница, она в оригинале была венецианская. Конечно, с этих таких девушек, которые воевали в спецназе, служили, не было в Римской империи. Ее ввели просто вот для интереса, чтобы девушка была в команде. Но в книге она хотя бы из Венеции, что более-менее, так сказать, правдоподобна. А тут она вообще из Индии. Какая-то там наследница индийских брахминов, там каких-то, блин, какая-то, блин, специалистка по боевой йоге, которой в природе не было в Индии. И прочее, тут ахиней, короче, прет. Ну, в общем, попсу там еще больше накрутили. Так как из интеллигенции того периода они помнят только Амвросия Медиаланского и Мерлина фантастического, то там единственный интеллигент в фильме, который одновременно и Амвросий Медиаланский, то есть деятель католической церкви, и колдун Мерлин, тоже он же. Как они совместили хрен при его знанном. Ну, просто потому, что больше, так сказать, некого, больше никого не помнили. Ну, понятно, этот смысл, да, что вот римская цивилизация, римский император стал, на самом деле, королем Артуром, да, римский последний интеллигент Амвросия Медиаланский стал, на самом деле, Мерлином, все перешло в Британию, и теперь Британия и Римская империя. Это можно почитать просто в учебниках латыни для гимназий Британской империи конца XIX века. Ну, помимо этого смысла, в общем-то, националистического для англосаксов. Я тут представлю, что глоссаксы хитрые, они тоже националисты, и некоторые из них в крайней форме. Они просто это скрывают, потому что вот они считают, что они наследники римлян, они, так сказать, имперцы, они должны другие народы втягивать, поэтому это как бы не жестко. На самом деле, у них есть все абсолютно черты довольно жесткой национальности. Жесткий национальный миф там есть, переходит туда римлян. Они это скрывают под своей иронией, там все, как-то вот любят, потому что они любят не жестко, чтобы все было. На самом деле, у них все есть, и вот это типичный, можно посмотреть фильм, то, что в голове, в общем-то, у среднего англичанина по поводу истории стоит. Но, помимо этого, еще параллели, конечно, про кризис цивилизации. Кризис цивилизации, еще говорятся о Шпенгерах, еще с XX века говорят, что европейская цивилизация в кризисе. Да и раньше Шпенгеры декаденты были, и продолжается этот дискурс. Этот дискурс тоже налицо. Кризис римской цивилизации сравнивается с кризисом современной европейской цивилизации, которая от Рима произошла. Разговоры там прямо как из XXI века, типа, зачем мы защищаем каких-то продажных политиков западных, они плевать на нас хотели, все уже потеряно, варвары наступают и все такое. Ну и вообще, вот и по фильму про 300 спартанцев, и по фильму «Последний легион» заметно, что западный кинематограф готовит своего зрителя к противостоянию с Востоком. Это там тоже очевидно. Там это мягче все, карикатурных таких образов из наших фильмов там нет, но дискурс там понятен, то есть месседж там понятен. Так что вот в 2010-е началось активное противостояние с Западом, но кино, между прочим, и российское тоже, и западное, готовят уже в нулевые. Эти смыслы уже есть, чтобы Восток все равно враждебен, все равно будет сопротивляться до конца, это и в 300 спартанцах, и в «Последнем регионе» присутствует. Ну, «Последний император», там все-таки маленький мальчик, это о чем говорит, что победим. Потому что дети – это будущее, все равно мы этого мальчика западного мира спасем, через все трудности пройдет. Европа в испытаниях воскреснет и обновится, как это с Римской империей произошло. То есть, как и в 300 спартанцев, там вот в образе этого мальчика, которого спасли все-таки, да? Что тут заключено? Что варвары, возможно, будут жестокие, но мы победим. Идея тут все равно, что запад победит. Вот, потому что вот мы хорошие, умные, свободолюбивые. Потому что вот мы вернемся к нашим ценностям античным. И так мы победим. В принципе, вот эти фильмы можно сильно связать и 300 спартанцев, и «Последний регион». «Рататуй» – ну, это просто смешной фильм про крысенка. Честно говоря, ничего не нашел. Тут французский типичный. В основном отличается фильм смешными рожами мышей. Остальное все довольно стандартно. Ну, впрочем, там мило, как-то не страшно. Думаю, что детям можно показывать младшего школьного возраста. У меня такое философское культурное воспитание английское, и мне, может быть, просто французская культура непонятна. Ну, то есть я смотрю глазами англичанина. Ну, что, вот рожи корчат, и зачем? Поэтому, как правило, я, кстати, французский фильм не люблю и мало комментирую. Тут я тоже, кстати, ничего не люблю и мало комментирую. Ну, вроде как хвалили, говорили юмор там какой-то. Я особенного юмора не нашел. Какие-то вот мышки вот такие вот, какие-то здесь ненормальные. В общем, все. Ну, в общем-то, от мультфильма-то особенно что и ожидать, я думаю. В общем, от мультфильма и ожидать нечего. Лучше бы про революцию про свое что-нибудь сняли. Были же времена, когда Франция была великая. Вот про это бы и снимали, а не про мышей. «Трансформеры» и «Американская лабуда». Научно-фантастический боевик снят. Это, в общем, боевик по мотивам серии «Игрушек». Прямых и нить. То есть, сначала выпускали игрушки эти «Трансформеры», а потом про них фильмы начали снимать. Реклама нахер. Был, в принципе, мультсериал про этих «Трансформеров». И сейчас про «Трансформеров» продолжают эту тему. Я вот на торрентах, когда качаю, там все время «Трансформеры», «Трансформеры». Я их не качаю, потому что там полный идиотизм обычно. Но, честно говоря, идиотизм в фильме. Там война двух видов этих «Трансформеров». Я особенно не разбираюсь. Автоботов и десептиконов. В общем, много видов этих «Трансформеров». Дети что-то там играют. Ну, в общем, и все. Кончается также войной людей с роботами. Прямо в окопах идет война людей с роботами. Суть фильма тоже явно в основном в спецэффектах. Вот красиво нарисованы эти все роботы. Они там преобразуются, превращаются там один в другой. Там такие роботы-трансформеры, трансформируются они. То одна форма робота, то другая. Преобладают дебильные всякие шутки ниже пояса. Уровень низкий. Примитивная голливудская комедия с красивой картинкой и идиотским текстом. В принципе, все, что я видел. Ну, видимо, можно оценить спецэффекты. Кассовые сборы были большие. Дураков у нас много. Пойти в кино на роботов смотреть. Критика в основном хвалила именно, что хорошо там, так сказать, отрендерили. Хорошо нарисовали. В общем-то и все. Что тут можно сказать. Все отзывы положительные, но все отзывы сводятся к тому, что яркие сцены битв сводятся к картинке. Тем не менее, в общем, народ тупеет, европейская цивилизация гибнет. И поэтому сняли кучу сиквелов. Там всякие трансформеры, месть падших, трансформеры 3, трансформеры 4, восхождение звероботов и тому подобная хрень. Которую я уже категорически отказываюсь комментировать. Зодиак. Это фильм про серийного убийцу, которого звали Зодиак. И он реально был. Отправлял по почте в газеты всякие послания полиции. В общем, поехавший к крыше совершенно американец, который к тому же хотел славы. То есть, он убивал людей и посылал во все газеты. И, кстати, и не поймали ни хера его. Сюжет, значит, основан на документальной фильме. То есть, много документалистики. Отзывы о критиках были положительные. В целом, у меня тоже такой, в целом, положительный отзыв. Снят он неплохо для такого сюжета попсового достаточно. Хорошие сборы были. Хорошо смотрели его. Ну, динамичная такая история про маньяка, который исповедует некий сатанизм. У него, кстати, крест на спине такой ультраправый. У него керкетский, что ли, крест называется. Я не знаю, в фашистской символике не разбираюсь. У него вроде как такой фашист... Один из вариантов фашистского креста на спине у этого Зодиака. Ну, саспенс... Все-таки слишком много разговоров. Ну, я прощаю, это голливудщина всегда такая. Чтобы нагнетать, короче, всякое напряжение, что маньяк вот-вот всех убьет, они очень много там болтают. Это немножко скучно, но в принципе нормально. Основная часть фильма не экшен, а болтовня в уютных креслах. Но сам экшен тоже есть. Есть определенная критика СМИ. То есть маньяк пользовался газетами для раздувания собственной популярности. Тем самым они как бы его мотивировали и даже помогали ему. То есть вот из этой всей ситуации с маньяком выходит на некие смыслы тоже фильм. То есть критикует само общество. То есть общество нужна, журналистам нужна сенсация, чтобы продавалась. Получается, они поддерживают маньяка. Всем, короче, плевать. Все там особенно не помогают ловить, кроме жертв, естественно. Всем вот интересно, что какая-то херня прикольная происходит и все. То есть определенная критика холодности, эгоистичности буржуазного общества присутствует. Есть это. Звездная пыль. Ну, романтическая сказка. Может быть, я вышел из этого возраста. Может быть, я бы в 20 лет что-нибудь там усмотрел, но я не усмотрел. В принципе, это просто сказка с определенным оформлением. Это экранизация сказки Нила Геймана. Тоже комиксов. И это заметно, что там комиксы. Там красивые всякие картинки про всяких ведьм там и прочих. Традиционные, впрочем, картинки для англосаксонской, этой самой сказочного сеттинга. Взятые имена героев тоже из Короля Артура. Тристан там опять и Вейн. Это тоже все из цикла про Короля Артура, который вообще базовый для англосаксонской культуры. Надо про это помнить. Кое-что взято из античной мифологии. То есть у автора в голове, как обычного англичанина, смеси с кельтской и античной мифологией. И вот это он все в сказку и оформляет. Стандартные для сказок конфликты и сюжеты. Я говорю, мне даже Гарри Поттер не идет. Хотя его тут что-то многократно все анализируют, литературоведы. Мне Гарри Поттер, мне кажется, слишком стандартен. Потому что к этим всем типичным конфликтам, типичным стереотипным таким героям уже всякий должен привыкнуть, кто много англосаксонской хрени читал. Я читал ее много и в «Звездной пыли» я ничего особенного не заметил. Обычная английская сказка. Ну вот, говорю, может кто-то там глубже это все смотрел. Охотник на таких фильмах, может быть кто-то, ну вот, может быть, прокомментирует. «Симпсоны в кино» рекламировали как прорыв некий. И очень сильно все смотрели. И да, интеллектуальный фильм. Там про загрязнение, к тому же. Про экологические проблемы, которые неизменные. Сейчас все еще серьезные. Мне кажется, хорошо, но, в общем, на уровне сериалов о «Симпсоне». То есть сделали просто отдельный еще фильм, помимо мультсериала «Симпсоны». Ну, мультсериал «Симпсоны», он вообще же, все же знают, да, что он сатирический, хороший, да, критический, все. Но уровень фильма не сильно отличается такой же. Считается самым кассовым фильмом, основанным на мультсериале. То есть смотрели это охотно. Довольно жестко, кстати, там стебут религию. Так что фундаментализм Америке не грозит. Основы западной цивилизации, еще раз повторю, уже из этого обзора тоже видно. Основы античные. У них никогда эти придурки не будут у власти. Они у них были у власти в Средневековье, я имею в виду протестантских и католических фундаменталистов. Они были в Средневековье, так на это Средневековье потом 500 лет плевались. И заплевали их там так, что они там в этих слюнях по горло не будет там никогда никакой протестантской. Даже вот в мультфильмах издеваются. Чего уж говорить. Уж эти-то, блин, сторонники Демиурга с их злостью. Они бы запиздили бы любого, кто там хоть что-то там сказал про эту Холи Байбл в мультфильме. А они могут, значит они не у власти, это уж точно. Они и держат только на том, что вот они всем рот затыкают. Вот эти Демиургисты-то. А точно в Америке не могут рот заткнуть. Смеются над ними, поэтому и не будут. Истоки Запада античные. Античность любила критическое мышление. На этом Европа выросла и победила. На критическом мышлении, а не на этой дуре. Дурь эту с большим трудом изгоняли. Особенно вот последние. Когда шел самый прогресс науки и техники, в 18-19 век, только с этой дурью и боролись, с религиозной. Она во всех отношениях вредна и только мешает. И хорошо, что в Симпсонах опять продернули. Но еще раз, отзывы критиков хорошие были. Сердечный смех, кусачая сатира, честное изображение американской семьи и так далее. Конечно, оно не посвящено только религии, там системный стекл над всей американской жизнью. И им нравится это про них. Сами про себя сняли. И там народ говорит, что умные шутки. Ну, некоторым критикам не понравилось, допустим, журнал «Империя». Рецензент Ян Натан говорил, что фильм провалился. Также было мнение, что фильм, вот вместо того, чтобы растягиваться на новые границы, фильм опирается на знакомое. Вот мнение новоамериканского критика. Вот это я разделяю. То есть, если говорить о недостатках фильма, то он не отличается от сериала. Хотя для фильма, может быть, хорошо бы что-нибудь новое. Но я не согласен, что фильм скучный, он достаточно умный. Особенно на уровне других американских фильмов, если смотреть действительно идиотских и скучных. Тут достаточно умный, интересный. Социальная критика есть, религия критикуется. Все весьма хорошо, мне кажется. Ну, просто вот это тот же уровень, что был и у сериала. Так и сериал тоже хороший. «Порог на экспорт» — это английский фильм про русскую мафию. Русские воры в законе в Лондоне. Ну, что, да, соответствует примерно реальности нулевых. Устанавливают в Лондоне свои порядки. Естественно, Англия героически с ними борется, с этими ужасными людьми. Там присутствует ресторан с сибирской кухни, в котором готовят борщ. Россия, в общем, смешанная. То есть, вот Украина у них от Сибири там в фильме вообще не отличается. Там проститутки с Украины, вроде как начальство Сибирска, я так понял. И в то же время еще все это Москва. То есть, вот у нас довольно четко же регионы отличаются. Уж Сибирь от Москвы у нас сильно отличается. Тем не менее, в головах у англичан все еще перемешано. Вот это, кстати, нужно иметь в виду. Ты им когда что-нибудь про сибирский язык говоришь, они не отличают его от русского, не понимают, что у нас тут многочисленные идентичности региональные. Это серьезно. К сожалению, вот они как раз и спонсируют этих, блин, сидячих на всяких, свободное там, на всяких ресурсах проамериканских сидят евреи, им платят американцы и не понимают, допустим, что у нас сильные региональные отличия в стране, и эти все ресурсы их не поддерживают, и сибирский язык тоже не поддерживает. Вот связано с тем, что для американцев все под одну гребенку, все там русские. Хотя у нас все хорошо отличаются. Ну ладно, я отвлекаюсь, но я отвлекаюсь по теме, потому что фильм как раз про это. Смешаны все стереотипы, которые только есть у них про Россию, даже не локализованы, вот какие это, собственно, русские. Они у нас очень четко все отличаются. Говорят там все время с акцентом «До свиданья», «Ёптвай мат». Вот это мне особенно понравилось, когда они матерятся с английским акцентом. Для меня, как для лингвиста, вообще это просто образ вот этого фильма. Вот так вот «Ёптвай мат». Ну все, в принципе, вот к этому фильм и сводится, чтобы сказать наше ругательство с акцентом. Детектив, по сути своей, эти страшные, угрюмые русские совершают всякие ужасные преступления. Самые хорошие русские все время пьют водку, самый главный, естественно, бандит все время водку пьет. На картинке, значит, сын бандита, пьяный русский, блюет на полу. В общем, по-моему, вот эта картинка как раз типичная. Потом отец подходит и начинает просто ему воспитывать пиздюлями, просто начинает его бить. Видимо, у русских вот так вот, по мнению автора фильма, вот так вот у них семья устроена. Тот кричит по-русски «Папа, папа, папа, папа», а тот его просто пиздит, короче. Потом жестоко трахует проституток, тоже русских, одна проститутка с Украины и рассказывает про свою тяжелую судьбу. Вот, короче, широко живет партизан Боснюк из русской мафии. Кончается, конечно, тем, что приходит еще более страшная чеченская мафия, убивает наследника русской мафии, и все возглавляет, короче, подсадная утка из Котланд-Ярда, короче, англичане внедрились в русскую мафию и полностью себе ее подчинили, вот в этом смысл. Несмотря на то, что я никаких геев в фильме не увидел, а увидел просто глупую карикатуру на русских, бестолковую совершенно, как раз критики английские почему-то увидели там в огромном количестве геев. Почему-то для английской критики это вообще фильм про геев. Они все говорили, что там вот эти все основные герои, это, собственно, на самом деле, короче, геи, друг за другом ухаживают, драки, это все гомосексуальное насилие, что секс между мужчиной и женщиной там показан как-то так примитивно и неувлекательно, а вот всякие там контакты между мужиками показаны увлекательно. Вот так почему-то англосаксонская критика это все реагировала. То есть, по их мнению, значит, русская мафия показана геями. Вот точно геев нет, и более того, там гомофобия частично изображена, которая в реальной этой мафии, и более того, в общем-то, сюжет там про изнасилование маленькой девочки, сюжет основной фильма. Откуда они взяла критика геев, я не знаю, но, видимо, вот там такие намеки разбросаны, раз они хором про этих геев говорят, видимо, они понимают, видимо, там намеки на этих геев, которые мы не улавливаем. Тем не менее, они хвалили, вот как бы то, что там про геев, это для них и хорошо было, и американская критика хвалила, мрачные тона, гомоэротика, вот в таких примерных выражениях хвалила американская критика этот фильм. Наши ругали, в общем-то, российские критики, даже не столько они ругали клюкву, сколько то, что нет изменений героев, механически добро побеждает зло, то есть с точки зрения Уголовного кодекса это победа, с точки зрения кинематографа поражения, вот наши критики писали. Но, в целом, да, все-таки наши критики с нашей точки зрения смотрят, много клюквы. Но, впрочем, ребята, не надо вот ругать за схемы. Англосаксы снимают и про собственную, мафию такую же хрень. Честно говоря, вот любой там английский, американский фильм про их собственных преступников, тоже такое же, вот надуманное что-то, схематично-пафосное. Да, тут все схематично-пафосное, дебильное. Но, скорее, это вот не русофобия. Скорее всего, они вот просто всегда так снимают гангстерские фильмы. Поэтому, уж не обижайтесь. То, что они на нас смотрят примитивно, ну, а вот, да, мы на них тоже в какой-то степени примитивно смотрим. Да, это есть. Но, в то же время, массовая культура, что вы от нее хотите. Там и будет примитивно, да. Поэтому, такой вот странный фильм, ну, как отчасти интересный, что про русских. Интересно посмотреть, какие у них стереотипы про нас, да. Ну, отчасти, да, глупый довольно. Вот тут, кстати, да, почему-то американская критика считала, что это умные, и то там умные намеки на геев, которых я вообще там не уловил, да. А наши считали, что глупый фильм. Я тоже считаю, что в целом глупый, но, по крайней мере, интересно посмотреть, как они на нас смотрят. То есть, культурологически интересно. Жажда экстрима. Это значит, что украинские пошли. Ну, украинская драма мало как отличается от российских. В общем, там какая-то комедия про то, что богатых людей в качестве отдыха посадили в тюрьму, дескать, по приколу. Экстремальный отдых у них. Ну, должна быть комедия, но все такие красивые, солидные. Вот в украинском кино была традиция снимать в любые ситуации каких-то таких красивых, медленных таких. Жестечка нету, который тюремный сюжет предполагает. Комедийные персонажи должны все-таки быть уродливыми, а не спокойно красивыми. Все-таки комедия должна быть. Ну, может быть, от малобюджетности. От малобюджетности еще практически никаких, естественно, спецэффектов. Все в стилистике телеспектакля. Явно там что-то две-три камеры выделили, небольшое количество, короче. То есть, мало реквизита. Актеры играют как могут. Вот такой фильм получился. Ну, не тянет на комедию все-таки, особенно на экстремальную комедию про тюрьму. Все-таки не так это надо было. Оранжевая любовь. Ну, вот тот фильм такой, как бы, интересный и тоже есть что покритиковать. Но оранжевая любовь, да, явно выделяется из общего потока. Явно не российский, между прочим, украинский. Там это и лингвистически заметно. Говорят все время на смеси украинского и русского языков. Это про любовь, значит, фотограф-журналист влюбляется в студентку консерватории. 2004 год, идет революция. Еще идет эпидемия СПИДа. Молодежный фильм с нестандартными всякими ракурсами, истериками, наркозависимость там есть ужасно показанная. Есть некоторые компьютерные спецэффекты, много символических сцен в духе Довженки. Вот оранжевая любовь это, да, украинский кинематограф, но восходящий вот к советскому с символикой. Как обычно, про эту традицию Довженки я должен сказать, что местами переборщили, местами чересчур пафосно с моей северной точки зрения. Местами все же интересно. Украина конца нулевых показана достаточно достоверно. Там есть революция, но герои смотрят на революцию через дырочку. Вот такой там, кстати, образ. Вот он через дырочку смотрит, что там на улице революция, и потом опять пошли ебаться. То есть тут у них эскапизм, они ушли от социальных проблем вот в свои отношения. Отношения у них какие-то сложные, там истеричные, но все-таки же герои, получается, предали страну, и это отчасти там наблюдается. То есть вместо того, что вот на улице революция, хочет мужик прорваться в революцию, выскакивает, хочет поучаствовать, а эта девушка ему аяк же квартира, торы-пыры, короче, 10 минут сопливая сцена, как его баба не пускает на революцию. Ну что за нахер, блядь, революция, какие могут быть бабы, вообще пошла нахуй, надо было выйти на улицу, большой дрын там взять и пойти, естественно, блядь, свергать правительство, как всякий подлинный мужик должен делать, вот она вот так, сука, и не пустила даже, блядь, потом он вынужден вот из дырки фотографировать демонстрацию, он же, в принципе, фотограф, это его работа, он должен был там работать и комментировать, что надо свергнуть всех там, блядь, вот она его не пустила, короче, потом они опять символически в кровати кувыркаются до самого конца фильма, в общем, история прошла как-то стороной, ну и, в общем, честно говоря, вот это вот единственный украинский фильм про оранжевую революцию, ну, по крайней мере, из известных, да, может быть, позже что-то будет, может, по этим хроникам, может, еще что-нибудь найду, но вот, в Украине даже в седьмом году, собственно, оранжевая революция, снимали что-то спокойное, бытовое, социального, в общем, ничего нет, ну, вот старики-полковники, про Украину, ну, вроде как и про Россию, в общем, два старика-полковники в отставке, один из КГБ, другой из милиции, борются с местным криминалитетом, в общем-то, на самом деле, хоть и триллер, но совершенно не социальный, и можно было бы и в Россию это все перенести. Лев Дуров, там, в образе этого старого мента, все происходит в Украине, явно там заметно все это, украинский язык на фоне, там, прочие всякие детали, но, в общем-то, типичный триллер. Штампов достаточно много, ну, побоище на складе, мне понравилось достижение оператора, но, в целом, фильм обычный, и именно обычный для российского кино, вот это надо сказать. Луна Одесса, очередная, значит, у нас комедия про Одессу, где некий одессит выдает обычную девушку за уму Турман, то есть, за, короче, за актрису известную, вот, и они там ругаются, и все такое, на одесском языке разговаривают, юмор там, всякий такой, ну, в общем, очередной одесский фильм про аферу с юмором. Имеется голос автора, не иронизирующий, все, что полагается в таких фильмах. Очень много Одессы, снимали, да, реально там, все узнаваемо, город мне хорошо известен. Вот такой вот фильм, но, опять же, вот я говорю, он совершенно такой, не социальный, а вот просто посмеяться над какими-то там дураками-мошенниками. Русский треугольник, это внезапно украинский фильм про Россию, все происходит в Москве, почему это сняли в Украине, я не знаю. Связано все с чеченской войной, там конфликт с чеченскими боевиками, триллер, тем не менее, на самом деле, всю Москву снимали в Киеве, вместо чеченцев грузины, это совместный украинско-грузинский фильм. Ну, детектив, ну, в общем-то, по законам именно российского кино. Если бы не было написано, что Украина воспринималась как российское кино. Зачем это делали, не знаю. Может быть, продажа в России предполагалась. Но, пожалуй, русский треугольник, прям называется же русский треугольник. Где тут Украина? Русский треугольник, пожалуй, такой типичный, прямо пример, многочисленных украинских фильмов нулевых годов, неотличимых от русских фильмов, и, похоже, снятых на экспорт в Россию. Других объяснений у меня нет.